Здравствуйте, мои дорогие зрители! И с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем очередные следочки простые. У меня ниточки вот такие, нитки двух цветов, одного качества, 240 метров, 100 грамм акрил. И будем начинать вязать. Спицы 2 миллиметра, тоненькие, достаточно плотно. Вот видите, плотное вязание. Набираю на спицы 25 петель. И вязать я буду лицевыми петлями, то есть платочной гладью. Видите, она с этой и с этой стороны одинаковая. Кромочная и изнаночная. И второй ряд. Все ряды лицевыми. Кромочная и изнаночная. Продолжаем наше вязание. Вот смотрите, провязала я платочной вязкой вот этот сектор. У меня он 13 сантиметров. Длина стопы у меня 24 сантиметра. То есть длина стопы минус 11 сантиметров. Здесь, если у вас 25, то 14 сантиметров. Соответственно, здесь провяжите. Если 20, то 12 сантиметров. Далее, далее мы переходим на вот эти вот полосы. Привязываю нить другого цвета и вяжу вот эту полосочку из четырех рядов чулочной гладью. Для этого первый ряд лицевыми петлями. Второй ряд изнаночными петлями. Третий ряд лицевыми петлями. Четвертый ряд изнаночными петлями. Нитью дополнительного цвета мы вяжем полосы по четыре ряда. Первый, третий, лицевые ряды. Второй, четвертый изнаночные. Далее, переходим на основную нить. И тоже вяжем вторую полосу только изнаночной гладью. Таким вот образом. Первый и второй ряд лицевыми петлями. Первый ряд лицевыми петлями. Второй ряд лицевыми петлями. Третий ряд изнаночными петлями. Четвертый ряд лицевыми петлями. Полоса нитью основного цвета. Первый, второй и четвертый ряд лицевыми петлями. Третий ряд изнаночными петлями. Вот таким вот образом мы вяжем 10 полосок дополнительного цвета. И между ними 9 полосок основного цвета. И далее снова точно такой же сектор, точно такой же кусочек вяжем платочной вязкой. То есть вот такую вот полосочку мы вяжем. Ну и сборка. Так, складываем лицевыми сторонами вовнутрь, лицевой стороной вовнутрь и сшиваем. Вот начиная отсюда, сшиваем, продвигаемся к носочной части. Вот приблизилась я к этим светлым полоскам. Здесь делаем узел. И собираю все кромочные петли на иглу, то есть на нить. Здесь нам нужно будет стянуть. Вот так вот. И теперь мы здесь стягиваем. И если есть дырочка, ее фиксируем, зашиваем аккуратно. Здесь узел обязательно. Теперь нам осталось, вот это вот и есть наш низ. Теперь нам остался верх. Вверх делаем подобным образом. Собираем вот начиная отсюда. Собираем все кромочные петли на иголочку с ниткой. Тоже собираю. Я даже здесь вот так вот завяжу узлом. Соберу это все. И если есть дырочка, фиксирую, зашиваю. Вот здесь вот немножечко еще подкорректирую. Вот. Теперь нам остается только решет помпон. Помпон я сделала самый маленький из моего набора, который я приобрела. И есть у меня обзор на канале тех приспособлений для помпонов. И вот сюда вот в центр я его пришиваю. Вторую нить я проделаю крючком. И еще пару стежков я сделаю, чтобы закрепить этот помпончик хорошо на тапочке, чтобы он у нас не слетел. Вот по сути дела, девчонки, все. Вот это все наши, вся наша работа. Очень просто. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграм. Все, я с вами, девчонки, прощаюсь. С вами была Вика из Шкула Ркуделя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok